здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор буквально на днях путин выступил со своим обращением и там были такие моменты на которые я обратила внимание и считаю что нужно с вами этим поделиться ну давайте начнем начнем мы как всегда с разбора базовой линии поведения и здесь я решила отметить такой его жест как расширение в пространстве то насколько он уверен в своих аргументах насколько он считает их сильными важными и главное хорошо внушенными своей аудитории вот на этих аргументах он переступает с ноги на ногу и тем самым расширяет свое тело в пространстве причем чем больше уверен тем больше расширяется чем больше получает удовольствие от того что говорит тем больше расширяется это я к чему говорю к тому что максимальное удовольствие он получал от того когда перечислял недостатки всех своих соседей ну конечно же не свои но давайте посмотрим когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на донбассе мир оказалось что также пренебрежительно по господски они относятся и к народам своих собственных стран ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом как у соединенных что-то в америке мы все хорошо помним картинки а про локоть вы тоже хорошо уже знаете да когда человек отталкивает локтем то он как бы отталкивает от себя какую-то информацию или но если он говорит о человеке то отталкивает этого человека как бы ментально до на ли если говорит об этих базах то старается от них держаться подальше но и я не буду давать здесь свою оценку хотя конечно я понимаю что базы сша намного безопаснее чем вот то что происходит сейчас да как показал последний год нашей жизни но давайте дальше смотреть когда с воздуха наносили наносили удары по донецку мы защищаем жизнь людей об устойчивом развитии об экологии куда все делось куда все кстати по поводу экологии он это отталкивает все-таки экология это для красного словца и что касается расширения по поводу защищаем жизнь людей но видимо в его каком парадигме да он может быть так и считает либо он считает что он достаточно внушил своей аудитории эту теорему да уже его аудитория считает именно так и поэтому он так вот расширяется девалась при этом поток денег на войну не уменьшается это они выпустили джина из бутылки целые регионы погрузили в хаос ответственность за разжигание украинского конфликта за эскалацию за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и конечно на киевском режиме сегодняшнем для которого украинский народ по сути дела чужой лгут постоянно извращают исторические факты не прекращают нападки на нашу культуру мы обеспечили устойчивость экономической ситуации защитили граждан сохранили рабочие места не допустили дефицита на рынке и включая товары первой необходимости поддержали финансовую систему предпринимателей которые вкладывают средства в развитие своего дела а значит в развитие страны так уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка триллиона рублей а жить планировал в основном за рубежом многое потеряли их там просто ограбили отняли даже законно заработанные средства выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 состоятся в строгом соответствии с законом вот здесь хотелось обратить внимание по поводу миллиарда рублей которые были выделены на предпринимателей да ну а то как у нас деньги адресно доходят именно ну нуждающимся людям это конечно каждый россиянин знает но ладно даже если считать что это это было выделено напрямую предпринимателям которые пострадали сначала от пандемии потом сейчас просто разрушается бизнес от кадры ушли на фронт да вот вот много-много препонов ставится предпринимателям да но давайте посмотрим простую математику вот получается что вот эта сумма была выделена предпринимателям да вот 12 нулей на с в о потрачено еще до конца года не было посчитано но вот конечно это сложно посчитать потому что в разных в разных источниках цифры разные но в основном все сходятся вот к этой цифре примерно вот вот эта цифра до получается в 27 раз больше да вот вообще я посчитала сколько денег было вынуто из карманов каждого россиянина вот я посчитала 145 миллионов жителей хотя это тоже не точно но тем не менее до 145 миллионов жителей россии ну туда включаются все и дети которые не зарабатывают и в и пенсионеры а так вот из кармана каждого было забрано за этот год двести тысяч рублей причем если кто-то думает что цены в магазинах вроде как не сильно подросли вы посчитайте я могу даже выложить вот эти вот фотографии до до войны и после войны какие цены на одни и те же категории товаров где-то на 50 процентов выросли цены и вы наверняка понимаете приходя в магазин что вы платите намного больше денег зато за то же количество продуктов как и покупали раньше вот это как раз и есть вот эти 200 тысяч рублей которые были вынуты из карманов каждого человека покупая какие-то это только вот на том что было потрачено напрямую на войну а то какие вообще потери несет каждый россиянин от санкций это вообще я не знаю как это посчитать как это узнать но это просто вообще не несоизмеримо большие суммы но я понимаю что может быть не все покупают дорогую бытовую технику и так далее но покупая сейчас вот какую-то технику да вы наверняка сталкиваетесь с тем что она очень сильно подорожала при этом доллар как бы стоит на месте как бы не дорожает да ну откуда-то цены растут вот отсюда растут вот только на эту с в а у у нас из карманов вынули по 200 тысяч рублей вот посчитайте сколько у вас членов семьи вот у каждого из кармана вынули эти деньги вы не да получите образование не да получите каких-то еще обещанных вам как гражданам благ а вот из-за этого далее я посчитала еще но ну вот у нас там дураки дороги до проблема но вот если построить нам дороги то получается что ту дорогу которую можно было бы построить из этих денег которые потрачены на и свое да пусть даже 200 тысяч из каждого нашего кармана вынули но построили бы например дороги то 25 раз можно было этой дорогой обернуть наш земной шар но это конечно утрированно да но тем не менее представляете мы могли бы решить многие вопросы но мы почему-то пошли убивать вот это вот просто знаете такой абсурдище и он дает да он одну 30 часть из этих из расходованных денег он дал предпринимателям как кость да вот действительно даже кость была бы больше потому что кости допустим в курице составляют больше процентов чем сколько тут тут вообще мелочь одна тридцатая часть да это это вот ну как бы вот такие цифры до дальше но я прошу прощения что я немножечко отклонилась от своих прямых разборов да но просто мне самой стало любопытно и я решила это посчитать для себя мне просто хотелось понять вот он называет цифры а я хотела понять что это за цифры и когда я стала ну вот это разбирать я поняла что ну нас грабят нас нас реально очень сильно грабят но это делается очень незаметно знаете вот как лягушку которую которой воду подогревают медленно вот тоже самое происходит сейчас и с россиянами но как бы не незаметно да сначала незаметно а сейчас уже спустя год уже многие стали это замечать да и дальше будет только хуже вот такая вот история но давайте дальше по невербалике пойдем потому что отклоняться это конечно интересно но интереснее все таки по жестам до определить вот здесь я увидела очень интересный жест которым хочу тоже с вами поделиться мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать смотрите плечиками как а вот знаете когда протиснуться надо куда-то да вот вот такой жест происходит когда вот надо как-то так неудобно как знаете пройти в игольное ушко вот в библии до богатый попадет в рай только если пройдет через игольное ушко да вот вот примерно так же вот он пытается протиснуться даже им иллюстрирует да то что говорит видите вот плечиками а вот это здесь это действительно иллюстратор стоящие перед нами задачи теперь а вот здесь это уже то что его сдает с потрохами тот же самый жест но на фразе немножечко другой и снова вместе а значит стали еще сильнее и сделаем все чтобы на эту нашу землю вернулся идите на эту нашу землю но как бы свою правду надо на долгожден надо натянуть на обстоятельства да и вот так протиснуться в это то что я сейчас сказал вот видите как мир чтобы безопасность людей была обеспечена понимаете что даже для него самого вот это вот земля которую он называет нашей она ну так с большой натяжкой он ее таковой считает на самом деле он сам в это не верит да поэтому мы идем дальше по поводу кредитов это просто знаете я не поняла вот если среди вас есть люди в этом разбирающиеся объясните мне пожалуйста в комментариях может быть я что-то не так понимаю давайте послушаем отечественные банки работают стабильно и устойчиво обладают солидным запасом прочности в 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос понимаете вырос вот здесь я хочу уточнить у вас дорогие друзья вот скажите мне пожалуйста то что предприниматели больше берут кредитов разве это хорошо когда сейчас вот мы прекрасно знаем что берут кредиты не от хорошей жизни а потому что была пандемия после пандемии началось с в а и соответственно люди не могут встать на ноги им надо платить зарплаты аренды именно поэтому они берут кредиты может быть кто-то берет на какое-то развитие я не знаю но вот все таки мне кажется что больше берут кредиты для того чтобы просто выжить да а почему он здесь это ставит как ну да для с банковской сферы может быть это и хорошо но для предпринимателей это может быть убийственно ну как по мне я со стороны предпринимателя могу понимать да это возможно я что-то не так понимаю напишите мне пожалуйста в комментариях по поводу вот это вот ситуации да но здесь самое главное что он говорит о росте но иллюстраторы у него говорят о другом смотрите вот смотрите как он опускает голову вот так сжимается весь до держится за трибуну горбится то есть он говорит о росте который как бы это же успех да но иллюстрирует он как раз подавленность я вот 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 это меня вот как вот этот факт говорит мне о многом но вот что касается кредитов почему он сейчас приводит тему кредитов если это на самом деле не хороший результат это плохо ну или что-то я не понимаю ну вот его тело говорит о плохой реакции ему это не нравится он понимает истинное положение дел но он нам называю было опасений на этот счет видите как опасен опасения мы отмели конечно мы умеем это делать сказала его рука ну рост зафиксирован вот здесь мне не хватало его лица вообще конечно да я понимаю что она смертным простым смертным смотреть на его лицо особо не не забалуешь да но тем не менее хотелось бы здесь видеть его лицо потому что он произносит те вещи которые мне бы хотелось видеть лицо и жесты причем вырос на 14 процентов это больше чем 2021 году без всякой военной операции 2021 году рост рост составил тогда 11 7 десятых процента а сейчас 14 я нормально сравнивать с годом пандемии когда ну просто люди просто разорялись из-за пандемии да а он это приводит как пример того с чем сразу то есть выбирает самый плохой пример да и с ним сравнивается и на фоне самого плохого как бы да мы красавчики ну браво браво конечно видите поза унылая хоть речь речь-то идет о росте ребят откуда такое унылое выражение лица вот я вам сейчас на следующем фрагменте покажу его радость когда он начинает перечислять проблемы соседей вот там радость там искренне там эмоции да вот здесь вот прям такое уныло а говорит о росте своей страны это же ну как надо радоваться портфель тоже прибавил 20 и четыре десятых процентов развитие да конечно развитие идет но разводит руками не знаю гора голову прячет в плечи лоб выставлен да вот базово выставлен и он его не поднимает челюсть не поднимает никак не расширяется да вот он уперся в трибуну да и говорит о том что идет развитие но не верю вот не верю но совсем не верю да вот смотрите это это человек говорит о развитии но вот но не по итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибыль до единственная цифра которую он привел до получается там где-то прибыли увидели да и он здесь уже пошел расширяться то есть вот то что он сейчас нам говорил это точно было была плохая информация я не знаю насколько плохая я не экономист ну судя по сигналам тела там было все плохо здесь уже пошли цифры которые хоть немного но лучше да лучше чем очень плохо она не такая большая как в предыдущие годы но при видите как локоточками он отталкивается он очень плохо к этой информации тоже относится но она хотя бы плюсовая и поэтому он ее приводит личная прибыль 203 миллиарда рублей а тут вот по поводу цифры 203 миллиарда рублей вот пожалуйста я вам ее нарисовала для того чтобы в нулях не запутаться а вот полюбуйтесь так сейчас из себя немножко сдвину чтобы не загораживать вот они 203 миллиарда и вот эти цифры я опять оставила то что было выделено предпринимателям вот это значит 90 вот миллиарды это 90 здесь у нас 12 нулей то есть вы это то что было выделено предпринимателям а то что потрачено на и своего это вообще фантастические цифры вот они вот она примерно пожалуйста да так вот здесь получается такая арифметика у каждого из нас вынули по 200 тысяч рублей и даже если эту прибыль от банков разделить между всеми нами нам вернули 1400 рублей это я знаете как в анекдоте если монета в воздухе зависнет то пойдем на занятия вот я тоже самое ну этот пример привожу ну как бы если вдруг нам достанется что-то от там от этой прибыли да о которой он сейчас упомянул которая очень большая как бы да то на что мы должны обратить внимание так вот из 200 тысяч нам как бы вернут 1400 так что вот так будьте благодарны за то что вам у вас не только забирают у вас могут вам могут даже что-то вернуть да вот такая вот математика а дальше давайте посмотрим но так объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров что касается нашего сельхозпроизводства то в прошлом году она показала двузначные темпы роста я надеюсь вы успеваете читать титры потому что не хочу останавливать хочу быстрее продолжать спасибо большое низкий полк он сельхозпроизводителем российские агрария то есть вы видите как он раз он да он расширяется но держится при этом за трибуну и держит свое тело в определенных рамках то есть вот это вот достижение сельского хозяйства да а я примерно понимаю почему он так держится за трибуну и так держит себя в рамках дело в том что до произвести это может быть и хорошо но это еще надо и продать вот отсюда помните вот этот зерновой скандал когда из портов не выпускали украинское зерно да и он везде вот даже этому эртогану предлагал что купите у нас зерно зачем вам украинское он у нас типа тоже есть зерно то есть он пытается это кому-то продать да и в итоге продает намного дешевле естественно и с ним никто не хочет работать да и получается что как бы товар есть а продать то либо никому либо очень дешево вот такая ситуация поэтому как бы вот этот большие надои они никому в общем не хотя да ему что-то дают но тем не менее не так много как могло бы быть при нормальном поведении российские аграрии собрали рекордный урожай свыше 150 миллионов тонн зерна в том числе более 100 миллионов тонн пшеницы видите как бы а говорит о рекордных вещах но особо мы не видим радости мы не видим вот этих расширений расширяющихся жестов мы не видим какого-то воодушевления но это же прибыль это должно его радовать но почему не радует до конца сельскохозяйственного года то есть до 30 июня 2023 мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55 60 миллионов тонн да она в общем говорит об успехах но успехов этих телом не демонстрирует где там зарыта собака но по поводу ввода жилья так это понятно что покупательский спрос тоже упал то есть та страна что-то делает да безусловно все предели но продать это к сожалению стало либо невозможно либо очень очень дешево вот такая вот история дальше она все-таки широкие жесты у него были давайте на них посмотрим чтобы вы не думали что я как-то там притягиваю за уши давайте посмотрим на его широкие жесты где он говорит с удовольствием где он говорит открыто где он говорит от всей души вот какие вещи подавлять инакомыслие в своих собственных странах создавая образ врага отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов с экрана ведь не сходит все это мы все эти виды видим от растущих внутренних видите вот я не знаю сколько жестов удалось спрятать от нас но вот благодаря тому что мы любовались на лица вот этих вот его и его банды да но а тем не менее вот все таки урвали мы кусочек жеста да вот вот где человек развернулся где человек с кайфом говорит о проблемах кого-то там я и я даже не помню о чьих проблемах но это для него кайф экономических социальных межнациональных проблем и противоречий напомню видите и в зал смотрит чаще то есть идет контакт идет вот вы посмотрите как классно что у них все так плохо в тридцатые годы прошлого века запад фактически открыл нацистам путь к власти в германии ну вот вот то есть мы видим но правда от нас это спрятали все его такие жесты воодушевления но частично мы увидели что жестикулирует он тоже довольно широко но и еще вот он здесь тоже будет сейчас жестикулировать мне при этом еще имиджевые такие жестики нам покажет священные тексты подвергаются сейчас сомнению но вот как стало известно англиказская церковь например планирует планирует правда пока только еще рассмотреть идею видите галстук поправляет это имидж да чуть-чуть пиджачок поправляет ну то есть полюбуйтесь мной какой я хороший они гендерно нейтрального бога что скажешь прости господи не ведают что творят теперь еще несколько слов том что на том что происходит вокруг нас уважаемые коллеги даже микрофончик задел да вот когда происходит вот вот у них у них происходит да кстати вот по поводу там гендерно нейтрального бога лучше уж так чем от имени бога идти убивать вот как по мне но ладно а да значит запад плохой да поэтому надо уничтожать украину ну то есть все поняли да логику блестящая просто логика я должна сказать ну ладно я стараюсь стараюсь минимально давать свои эмоции потому что конечно же мне очень больно смотреть на этот цирк да но вообще конечно знаете вот супермозг нам выдал такие вообще вещи которые оторваны от реальности настолько что я не знаю кто вообще это считает нормальным давайте послушаем мы не допустили просадки на рынке труда напротив добились снижение безработицы в современных условиях сегодня условиях таких больших сложностей со всех сторон но вот хоть здесь не врет иллюстратор полностью соответствует тому же рынок труда стал у нас более комфортным чем чем было ранее помните у нас до пандемии был 4 и 7 десятых процентов безработицы а сейчас 37 по моему о как ребят вы поняли что он сказал он сказал что мы истребили определенное количество мужчин чтобы бороться с безработицей и сейчас люди сейчас люди кто-то разъехался да кто-то гибнет а рынок труда освободился пожалуйста безработица теперь нет видите вот оно для чего было супермозг просто я не знаю это это просто вообще знаете абсурд логика здесь вообще просто уже ушла и они все забыли понимаете хотя может быть на то был расчет ну по сути он сейчас нам сказал что в итоге все идет по плану да действительно план был так а мы значит боролись за безработицей да и в украине мы тоже боремся с безработицей да там слишком много мужчин слишком они занимают рабочие места да и поэтому мы на них напали все теперь я поняла теперь я могу спать спокойно объема и чем чем мне раньше об этом не сказали да абсурд еще в одной фразе я увидела это просто просто я не знаю вы нас мозга не поставки сырья за рубеж а производство товаров с высокой добавленной стоимостью это позволяет раскрыть громадный потенциал россии во всех сферах и областях уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса уверен наши к солидный рост внутреннего спроса а знаете что это такое это дефицит вот я как человек уже в возрасте я прекрасно знаю что такое дефицит и я не хочу своим детям этого вообще испытать потому что это знаете это охота за продуктами ты приходишь в магазин а там пустые полки ты даже если что-то выбрасывают это называлось выбрасывают да тут образуется огромная очередь для того чтобы купить простые продукты просто поесть понимаете вот это дефицит что что говорить о вещах это вообще просто это доставалось за огромные деньги это привозилось из-за границы каким-то образом это это вообще это уму непостижимо сколько простой человек терял на том чтобы там получить какое-то благо то что на западе всегда продавалась вообще был выбор даже для нас этого бы этого не было мы жили как я не знаю как как рабы реально рабы которым просто давали немножко подачки да и и все особенно в перестроечное время когда это все вдруг появилось это было настолько дорого что ты ходишь и облизываешься ты голодный ходишь потому что купить что-то купить это значит потратить все свои деньги это это просто страшно это страшно для людей но он это называет возможности оказывается вот спрос который появится вот этот дефицит который вот-вот появится это же оказывается хорошо до оказывается вот эти двадцать три года которые он у власти некогда было заняться тем чтобы импортозамещением да нам вот давайте теперь как говорится мы уже в жопе а теперь пожалуйста располагайтесь в этой жопе компании воспользуются этой возможностью чтобы нарастить производство выпуск самой востребованной продукции занять ниши которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний но это полная безоговорочная победа над здравым смыслом когда вот такие вещи преподносятся как достижение это совсем не достижение ребят россия в жопе и и он сейчас нам заявил что в эту жопу мы будем еще углубляться вот такая вот прекрасная перспектива очка для всех поддерживающих ну и знаете еще мне вспомнился такой анекдот но давайте сейчас включу фрагмент а потом скажу про анекдот поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных вообще для всех военнослужащих для всех участников специальной военной операции в том числе и для добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи побыть рядом с родными и близко вот он вот он иллюстратор сказанного вот мужик сам не знает да я не знаю кто это такой в общем и я надеюсь что недолго еще этому лицу нам всем это лицо будут показывать но смотрите как он проиллюстрировал прекрасно то что он услышал видите шея это беззащитность потом он сейчас потянется видите собрал рот то есть аппетиты надо поубавить да и челюсть опустил вниз вот это прям прекрасный иллюстратор к тому что было сказано ну а здесь конечно же мне на ум пришел анекдот как жена говорит и я к соседке на пять минут ну ты пожалуйста каждые полчаса помешивая суп да и тем самым конечно же он косвенно сказал что он собирается воевать неизвестно сколько но долго долго и готовьтесь к длительному забегу вот так и такие неутешительные пироги выступления дорогого нашего президента да ладно больше я к сожалению не осилила разбирать этот бред но каждое вот что он говорил это был такой такой трэш вообще о котором даже говорить неприятно да и мне мерзко вот вот мерзко поэтому не обессудьте что смогла то сделала и на этом я буду закругляться да кстати под видео я поместила свои реквизиты если вы посчитаете возможным то я буду вам очень благодарна если вы поддержите мой канал да вы знаете как сейчас с монетизации по россии да ну это это не обязательно если хотите помочь этому видео продвинуться то поставьте лайк напишите комментарий кстати вот я по по ходу спрашивала вашего мнения напишите пожалуйста в любом случае ваше мнение даже если вы по той теме мне не сможете ответить напишите вот что может быть я еще не упомянула а ну и вообще ваше мнение по поводу этого разбора да спасибо вам большое за просмотр люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока